Зеленый город, Мерикес, атомный город, город в лесу. У этого города множество имен. Он даже побывал Люксембургом и чуть было не стал Алексеевском. Сегодня мы в Демитровграде, втором по величине городе Ульяновской области. Многие жители нашего региона знают его только проездом. Через Демитровград проходит трасса на Самару, но транзитный путь не дает даже общего представления о том, что из себя представляет это место. Это город с особой атмосферой своей истории, а главное со своим большим будущим. От досужих взглядов он прячется в лесу. Отсюда и одно из его прозвищ – Зеленый город. И правда, началась его история именно с леса, как идеального убежища. Здесь же у нас притекает речка Мерикес, и вокруг густой сосновый бор. И сосны здесь, и лиственные деревья. И после завоевания Иваном Грозным Казанского ханства, то есть это 1553 год, сюда ринулись беглецы. Бежали люди от насильственного крещения, от произвола опричников и бояр. Так, в густом бору появилось первое поселение, впоследствии получившее название Чувашский Мерикес. Чуть позже вверх по Мерикеске появилось и второе поселение – Русский Мерикес или Покровское. Они и дали начало нынешнему Демитровграду. Получается, он навек постарше Ульяновска будет. Правда, документальных подтверждений тому нет, оно и понятно. Коль скоро люди прятались, то и следов своих в истории старались не оставлять. А вот официальная история славного Демитровграда, или тогда еще Мерикеса, началась много позже, когда была достроена Закамская засечная черта. Здесь уже от набегов кочевников защищены стали жители, и сюда стали приходить купцы из Симбирска, из Ставрополя. И также река Мерикес была перегорожена плотинами, организовали пруды, на прудах поставили водяные мельницы, и были организованы несколько винокуренных заводов. С этого и началась славная история богатого Мерикеса. Одно за другим здесь открывались новые предприятия, развивались ремесла, кипела торговля. С началом в России промышленного бума сюда приехало много дельцов из других стран. Вместе с ними завезены были и новейшие по тому времени европейские технологии. Они варили же пиво, и вот венское пиво потом переименовали в жигулевское, потому что венское как-то не русское название. И вот они, во-первых, жигулевское, немножко заменили рецептуру. То есть жигулевское пиво – это продолжение вот того вот венского доролюционного пива. Кстати, если верить легендам, именно пиво из Мерикеса подавали к царскому столу. Да и сам Мерикес в Российской империи был на очень хорошем счету. В 1877 году по прошению местных купцов императором Александром II из села он был переименован в Посад, и местным жителям даровано было городское самоуправление. К тому времени это был крупный промышленно-торговый центр. Его первым главой стал купец Константин Марков. Управлял Мерикесман почти 40 лет. Из маленького селения, без самоуправления, он стал промышленно развитым, успешным городом. Посад – это все равно разновидность города, который не имел никаких долгов перед казной, перед властями, который славился тем, что вел торговлю со многими, не только российскими городами. Он широко был известен из границ. Известен Мерикес был настолько, что в Первую мировую войну даже значился на картах противника как важный стратегический центр. Зерно отсюда поставлялось даже в Америку. Но славную историю зажиточного города в одночасье прекратила революция. И все пошло на спад. Подскочили цены. Появилась безработица. Появились болезни. И этот спад дальше, к 30-м годам, привел Мерикес к такому этапу, к запустению. Мы перестали быть вот таким вот промышленно развитым городом. Много чего свернулось, перестало работать и так далее. Дальше история знакомая. Город из Большого Поволжского центра превратился в захолустье. Мельницы встали, храмы были разобраны, производство остановилось, торговля исчезла. Лишь к 70-м годам прошлого века Мерикес сумел оправиться. Город переживал второе рождение. Весь цвет науки Советского Союза был сюда, так сказать, перераспределен. И был построен научно-исследовательский институт атомных реакторов. И Димитровский автоагрегатный завод. И комбинат технических сук, НКТС, потом КСК назывался. Это был уже не тот купеческий Мерикес. Он стал большим по площади, иным по сути. Здесь теперь жили лучшие умы со всего Союза. А старая история напоминала лишь одно. Вокруг было тогда уже все переименовано у нас Ставрополь на Волге, Стал Тольятти, Самара Балакуйбышевым, Симверск был Ульяновском. И только посередине такой купеческий Мерикес оставался. С переименованиями у Мерикеса отдельная история. К тому времени он уже сменил несколько имен. Мерикеский завод, Мерикеский посад. Более того, в начале 20 века местные купцы подали прошение императору Николаю II о переименовании посада в Алексеевск в честь новорожденного цесаревича Алексея. Тот прошение отклонил. Но на этом история с переименованиями не закончилась. В 1919 году город все-таки был переименован. В Люксембург всего на несколько месяцев. Но это название не прижилось. И вот только в 1972 году, тогда никто же не спрашивал, постановлением Совета министров СФСР у нас город Мерикес был переименован в город Димитровград. Своё имя Мерикесу дал так называемый болгарский Ленин Георгий Михайлович Димитров. С Мерикесом его ничего не связывало. Просто имя болгарского революционера доселе никак не было увековечено в Союзе. А вот после переименования началась большая Димитровградско-болгарская дружба. В 1972 году начали сюда приезжать болгарские делегации очень много. И в 80-е годы я в школе учился. Мы классами переписывались с болгарскими школьниками. Очень много экскурсий было в Болгарию. Именно в то время в соцгороде, одном из районов Димитровграда, появился небольшой болгарский микрорайон, выделяющийся на общем фоне. А ещё вот этот комплекс. Ничего он вам не напоминает? Издалека и с первого взгляда нам показалось, что это миниатюрный ленинский мемориал. По сути, так оно и есть. Строилось это здание как научно-политический центр «Октябрь». Узнаваемый стиль постмодернизма, строгие контуры, особое ощущение пространства. В открытом торжественном зале на стенах огромные мозаики из смальты. По одной стороне исторические вехи Советского Союза, по другой – Болгарии. Очень атмосферное строение. Сейчас здесь находится научно-культурный центр имени Славского. Есть в Димитровграде и другие памятники советскому прошлому. В далёком 2003 году в Димитровград прибыл архитектурный десант из разных стран. Помимо именитых, известных скульпторов и архитекторов, там были студенты. И вот американский студент решил водрузить вот такую оригинальную скульптуру на одну из центральных улиц Димитровграда. В помощь ему дали двух российских специалистов-сварщиков. И вот каждый раз, увидев что-то занятное или необычное, Кристофер, так звали студента, задавал вопрос «Советская?». Ему отвечали «Да! Советская? Да!». И вот это «Советская да» и дало название вот этой вот замечательной композиции. Выглядит памятник довольно экстравагантно. Нагромождение, выкрашенное в зелёный цвет арматуры, у каждого вызывает свои ассоциации. Догадаться, что в неё закладывал автор, без знания предыстории довольно сложно. Впрочем, и со знанием тоже. Несколько лет назад «Советская да» едва не снесли. Такое пожелание высказал Совет ветеранов города. Однако местные жители памятник отстояли. Так и стоит необычная скульптура, предлагая своим созерцателям самим решать, почему советскому «да». И ещё один памятник с не самым очевидным значением. Его в народе давно прозвали «Бабу с трубой», но на самом деле это трубачь революции. Когда-то на этом месте были захоронены 32 большевика, расстрелянных в 1918 году белогвардейцами. Поначалу их память была увековечена обелисками. Но в какой-то момент этого показалось недостаточно. И строгую стелу заменила вот такая масштабная композиция. Что именно она олицетворяет, затрудняется судить даже краеведы. Согласно одной из версий, это богиня Ника с трубой. Но вот только о какой победе она отрубит над павшими в гражданской войне коммунистами, сказать сложно. После недавней реставрации памятник выглядит ярко и внушительно. Так и хочется придумать ему свою легенду, чтобы не зря отрубил трубач. А вот через дорогу от женщины с трубой находится место, которому легенды не нужны, ибо действительность затмевает любые выдумки. Ещё в 1779 году усилиями жителей посадок здесь была построена белая церковь, как его называли в народе, Свято-Никольский храм. Он просуществовал до 30-х годов 20-го века, когда при всесоюзной борьбе с религией он был разрушен. И после этого здесь был организован парк культуры и отдыха имени Владимира Ильича Ленина. Отдых для советских людей по высшему разряду. Днём здесь отдыхали дети, к вечеру подтягивалась молодёжь. На месте храма, практически на его фундаменте, была устроена танцевальная площадка. На этой площадке развлекался советский народ. Здесь были и бильярдные, и питейные заведения разные. Танцы на костях, по сути. Да, танцы на костях. И в данном случае это не образное выражение. Когда советские времена минули, там, где когда-то стояла белая церковь, решено было вновь поставить храм. Правда, не на прежнем поруганном месте, а чуть в стороне. А там, где когда-то стояли аттракционные и танцевальные площадки, решено было разбить парк духовности. Когда ставили здесь парк духовности, вот эта вот аллейка, которая здесь вот проходит, можно к ней подойти, её трактором выравнивали и вскрыли склепы. При храмах раньше часто хоронили священнослужителей и людей достойных. Видимо, когда разрушали белую церковь, безбожники об этом не вспомнили. А может, они просто не захотели заниматься перезахоронением. Вот и получилось, что все долгие советские годы парк культуры имени Ленина стоял на человеческих костях. И никому до того дела не было. Не каждый большой город имеет своего святого, колонизированного небесного покровителя. А у Димитровграда он есть. Святой архимандрит Гавриил Меликеский. Жил в Меликесе вторую половину жизни. Отсюда его забирали в лагерь. Он возвращался сюда, конфисковывали дом. Потом он добился, мы вернули дом. И здесь же его не стало в 1959 году. Место его захоронения конкретно вот это. Здесь находилась его могила, стоял крест. И в 2000 году именно отсюда его мощи были изъяты и перенесены в Свят Никольский храм. Старожил вспоминает, что на кладбище недалеко от могилы святого Гавриила стоял высохший тополь, и одна из ветвей его мироточила. Увы, нам его найти уже не удалось. Видимо, с перенесением мощей и чудо из этих мест ушло. Впрочем, Димитровград и сам по себе чудесен. Хотя иные местные жители и ворчат на его несовершенство, человеку-приезжему сразу заметно. За городом следят, его стараются сделать уютнее и комфортнее. Здесь строят набережные, обустраивают парк, на прибранных газонах отдыхают семьи с детьми, у прудов дежурят рыболовы. Кстати, для поклонников спиннингов и удочек Димитровград – идеальное место. Ну, рыбные места здесь прекрасны. Я здесь рядом живу. Вышел, я это наловил, на уху и на жарюху. Ну, и кошек накормил и удовольствие получил. Марков пруд только недавно начали благоустраивать. Набережную уже соорудили на очереди очистка акватории. Когда работы будут проведены, здесь будет настоящий райский уголок. А пока жители в жаркий летний полдень отдыхают на берегах Черемшана. Тем более, что для активного отдыха там есть все условия. Турбаза Касабланка находится в черте города. Здесь можно не только разместиться на длительный отдых, но и просто провести с семьей или друзьями погожий денек. На территории – мангальные зоны, беседки, детские площадки. Тут водоем недалеко, поэтому все благоволит для того, чтобы кататься на катамаранах, на саббордах, рыбачить, кататься на катере. Можно на банане за катером, можно на водных лыжах. Для любителей погреться на солнышке – пляж. Для рыболов – удобные мостки. Русская баня, урбекский плов – в общем, все, что душе угодно. Есть здесь и совсем неожиданные виды релаксации. Также эта площадка является площадкой для поведения ретритов. То есть, что это значит? Здесь проводятся определенные духовные практики, иглостояние, иглосиденье, дыхательные практики. Белозвонница уникальная в России. Здесь нет чопорных правил и протокольной культурной программы. Команда базы отдыха относится к своим гостям не как к клиентам, а как к друзьям. Мы пытаемся относиться с душой, принимаем всех как друзей. Тут нет такого, чтобы мы смотрели это как на бизнес. Поэтому эта территория и делась для того, чтобы люди здесь сами отдыхали. А получилось так, что мы начали приходить. Теперь отдыхаем все вместе. Душевность – одна из отличительных черт Димитровграда. Будучи небольшим городом, он имеет свою, особую атмосферу. Живую, творческую, не похожую ни на какую другую. Здесь байкеры организуют концерты, велосипедисты проводят маскарады, а молодежь умудряется встраивать авангардный рок в официальные программы. Даже то, что в других городах неизменно вызывает раздражение, здесь умеет оказаться полезным. Автозвук. Наверное, слышали такие, да? Меня-то муж называет, в дискотеке на колесах, такие машины едут с таким жутким звуком. Но тем не менее, в прошлом году и в этом году у нас тоже так же получилось, ребята приезжали на своих машинах, прямо здесь на площади открывали, и получалась такая молодежная дискотека автозвука. Вот такой он, город Димитровград. С богатым и почтенным прошлым, уютным и креативным настоящим. И, судя по всему, именно сейчас этот город входит в новый виток своей истории. В нашей программе мы ни разу не поднимали тему медицинского туризма. Между тем, за мной сейчас место, с которым связывает будущее Димитровграда, Федеральный центр медицинской радиологии и онкологии. Этот огромный комплекс, построенный в соответствии с европейскими стандартами, и использующий в лечении больных самые передовые технологии, возможно, станет для Димитровграда новым началом. Так же, как и новый реактор и другие крупные предприятия, которые открываются здесь сегодня. Вполне возможно, что уже совсем скоро Димитровград вновь обретет былые позиции на карте России. Но даже при этом он по-прежнему останется самым зеленым городом и уютной столицей нашего региона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова